Без рук, ног и глаз. Советские герои, сражавшиеся, даже будучи инвалидами. Александр Неукрупный в репортере за 29 мая 2021 года. В прошлой своей публикации о легендарном летчике-истребителе, воевавшем и сбивавшем гитлеровских стервятников после ранения, стоившего ему ампутацией обеих ног Алексеем Моресеве, я обещала рассказать также о тех, кто сумел повторить его, кажущейся сейчас невероятным путь, а тех, кто нашел в себе силы и мужества, вернутся в строй после увечий, вроде бы категорически несовместимых с карьерой военного летчика, тем более с успешным ведением воздушных боев, со вполне здоровыми, отлично подготовленными и опытными противниками. Говоря о том, что его судьба вовсе не является уникальной, а победа в Великой Отечественной войне была подвигом не ярких одиночек, а целого поколения героев, Моресев нисколько не скромничал и не кривил душой, пытаясь подыгрывать официальной пропаганде. Летчиков, лишившихся в бою не то что ноги или двух, а руки или глаза, и тем не менее продолжавших изо всех сил бить нацистскую нечисть, было не двое и не трое, гораздо больше. Вспомним их имена и судьбы. Читываясь в биографии этих людей, мало-полмалу начинаешь задаваться вопросом, да из чего они вообще были сделаны? Многие советские летчики задолго до Моресева переживали тяжелейшие ранения и травмы, чтобы снова вернуться в строй, продолжить летать, а затем повторить его подвиг. Леонид Белоусов и в авиацию пришел пораньше, чем герой повести о настоящем человеке. Первый раз на волосок от смерти он оказался в феврале 1938 года, когда во время вынужденной посадки его истребитель И-16 вспыхнул факелом на земле. Тяжелейшие ожоги. 35 пластических операций на лице, причем перенесенных без всякого наркоза. Недолечившийся Белоусов сбегает из госпиталя и участвует в зимней войне с Финляндией, Великой Отечественной на фронте с самых первых дней. Будучи командиром эскадрильи 13-го истребительного авиаполка, участвует в тяжелейших боях за полуостров Ханко, а затем обеспечивает воздушное прикрытие знаменитой дороги жизни. В конце 1941 года беда приходит с неожиданной стороны. Обгоревшие во время аварии трехгодичной давности ноги начинают отказывать, организм не выдерживает испытаний лютым холодом и сверхнагрузками. Врачи в госпитале Алма-Аты отчаянно пытаются спасти летчику ноги, но тщетно. Отнять приходится обе, одну ниже, вторую выше колена. Возвращение в небо оказывается долгим. В строй в родной полк, на тот момент уже ставший гвардейским Белосов, возвращается в 1944 году. Сперва ему доверяют кукурузник, но уже через короткое время летчик осваивает скоростную машину Ла-5. За время войны он совершает три сотни боевых вылетов, сбивает три вражеских самолета, остается в строю до последних дней войны, до победы. Звание Герой Советского Союза Белоусову присваивают только в 1957 году. Для Александра Грисенко Великая Отечественная была уже третьей войной, в которой он участвовал. Рожденный в 1904 году, успел повоевать в Красной Армии в Гражданскую. В авиацию пришел в 30-е годы и после окончания летного училища был как лучший из лучших отправлен для оказания помощи братскому китайскому народу. Помощь оказывал действенно, записал на свой счет четырех самураев и был награжден Орденом Боевого Красного Знамени. Нападение нацистской Германии встретил командиром 2-го истребительного авиаполка, с которым прошел весь тяжелейший период Великой Отечественной, аж до самого Сталинграда. Именно там его самолет был сбит, а сам Грисенко получил тяжелое ранение левой ноги, которое пришлось ампутировать. В строй вернулся меньше, чем через 10 месяцев. Правда, теперь пришлось оседлать не родную машину, а американскую аэрокобру. Но дело это не меняло. Несмотря на статус командира истребительной авиадивизии, Александр Грисенко продолжал летать, участвовал почти в трех десятках воздушных боев и лично сбил еще два Мессера и два Юнкерса. Также без одной ноги, ампутированной после того, как в 1942 году под Оржевом в кабине его бомбардировщика рванул зенитный снаряд, летал Илья Маликов. Самолет он, несмотря ни на что, сумел спасти, истекая кровью, теряя сознание от нестерпимой боли, дотянул до своих и посадил искалеченную, лишенную шасси машину на брюхо. Также, сев за штурвал менее, чем через год после ранения, начинал с выполнения заданий по обеспечению связи на небесном тихоходе У-2. Однако со временем добился разрешения возобновить полеты на пикирующем бомбардировщике Пе-2, на котором и громил фашистов до самой победы, совершив в общей сложности около двух сотен боевых вылетов. Сослуживцы и командование называли его снайпером бомбовых ударов. Последней целью Маликова было логово нацистского зверя Берлин. Звание Героя Советского Союза Наиболее созвучным судьбе Алексея Моресев можно считать путь другого легендарного летчика-истребителя Захара Сорукина. Его часть в первые дни войны была переброшена с Черного моря в Заполярье, где шли ожесточенные бои с гитлеровцами, стремившимися отрезать СССР от тамошних путей снабжения, по которым впоследствии будет доставляться помощь от союзников. В октябре 1941 года Сорукин сошелся с четырьмя фашистскими асами в схватке над Кольским полуостровом. Один самолет поджег, второй огрызнулся очередью, прошившей кабину. Боеприпасы закончились, и Сорукин пошел на таран. Оба самолета, его и немецкие, упали рядом. Как оказалось, фашист тоже уцелел. Да не один. Мало того, что нашему летчику пришлось вступить в бой с двумя птенцами Геринга, на него вдобавок попытался наброситься громадный док, выскочивший из кабины подбитого Мессершмитта. Была у нацистских асов такая мода брать в полет собственных любимцев. Двух врагов, четвероногого и двуногого, Сорукин пристрелил. Однако в схватке с последним противником пистолет дал осечку. Дело дошло до рукопашной, и она стоила истребителю зубов, выбитых ударом вражеской финки. Однако праздновать победу фашист поторопился. Несмотря на ранения, Сорукин дотянулся до упавшего в снег ТТ и, выбив осечный патрон, поставил точку в этом бою. Впрочем, самое тяжкое противостояние было у него впереди. Тут его противниками стали мороз, бескрайняя тундра, ранение в ногу и в лицо. Из-за последнего летчик даже не мог есть и выбросил прихваченный сперва паек. 70 километров и 6 дней. Сорукин шел, полз, перекатывался, но добрался к своим. Итог. Обморожение третьей степени, отнятые ступни обеих ног. Чтобы вернуться в авиацию, Сорукину пришлось дойти до легендарного наркома ВМФ Николая Кузнецова. Он дошел и снова взлетел. 117 воздушных вылетов, два десятка успешно проведенных схваток с нацистскими асами, в том числе и со знаменитым Рудольфом Мюллером, считавшимся одним из лучших пилотов Рейха. 11 сбитых вражеских самолетов. Лично вручавшись Захару Сорукину рыцарский орден Британской империи за героизм, проявленный при обеспечении проводок военно-морских конвоев английский военный атташе, сказал, Россия непобедима, пока в ней есть такие люди. Ставший в 1944 году героем Советского Союза, Сорукин впоследствии дружил с Юрием Гагариным, называвшим его своим учителем. Невероятный жизненный путь еще одного летчика-героя вполне мог бы и должен был бы стать сюжетом для увлекательнейшего кинофильма. Вот такие судьбы следует экранизировать нашим режиссерам и сценаристам, вместо того, чтобы лепить подделки о злых особистах или героических зэках. Григорий Кузьмин был призван в РКК в 1930 году и первый свой Орден Боевого Красного Знамени получил за участие в событиях на Холхенголе. К началу Великой Отечественной он, пребывая в звании старшего лейтенанта, уже считался опытным летчиком-истребителем и сполна оправдывал это мнение. На пятый день после нападения гитлеровцев он отправил на землю два юнкерса, причем один из них тараном, свою машину не потерял, посадил на подвернувшемся поле. Столкновение с теми же юнкерсами, случившееся уже в ноябре 1941-го, у Ельца, стало для Кузьмина роковым. Впрочем, в этом бою ему противостояли 9 фашистов. После того, как удалось все-таки завалить двух гадов, поврежденную машину пришлось сажать и снова не на аэродром, а где придется. На этот раз приземление вышло куда менее удачным. Изрешеченный пулями и снарядами истребитель рванул так, что Кузьмина отбросил на очень приличное расстояние. Придя в себя, израненный пилот двинулся на восток. Обессилевшего и снова впавшего в беспамятство, его подобрали в лесу крестьяне из местной деревни, где Кузьмину удалось отлежаться в тепле и покое хоть какое-то время. Что дальше? Конечно, пробираться к своим, хоть ползком, хоть перебежками. Увы, на сей раз везение снова сменилось в судьбе Кузьмина черной полосой. По дороге к линии фронта он был захвачен гитлеровцами. Плен, издевательства, пытки, концлагерь – все не тут-то было. Попросту придушив зазевавшегося часового, летчик совершает побег. В самом скором времени он уже сражается в партизанском отряде, продолжая нещадно бить оккупантов. При этом Кузьмин понимает, его место не в лесу, а за штурвалом боевого самолета. С третьей попытки, но он все-таки прорывается в расположении Красной Армии. А дальше? Нет, его не бросают в тюрьму как предателя и не отправляют в лагеря. Числившийся до этого времени геройски погибшим во время боевого вылета пилот попадает в госпиталь, где врачи приходят в ужас. Все, через что ему пришлось пройти – плен, лагерь, партизанская война. Кузьмин перенес с тяжелейшими ранениями и жестоким обморожением обеих ног. Увы, приговор хирургов неумолим. Ампутация левой ступни и чуть ли не половины правой. Но тут я не буду даже задавать наводящих вопросов. В кабине истребителя Григорий Кузьмин оказался уже к лету 1942 года. С осени того же года он командует эскадрильей. А в 1943 году герой Советского Союза майор Кузьмин, помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе, на его счету 270 боевых вылетов, 15 вражеских самолетов, сбитых лично, и 6 в группе. Одним из поверженных врагов был обер-лейтенант Ганс Шульцер, награжденный за 100 сбитых самолетов железным крестом с дубовыми листьями. Последний мессершмитт он сбил в небе над Снежным, Сталинской, ныне Донецкой области. Это было 18 августа 1943 года. Машина героя тоже вспыхнула. От этого пламени загорелся и раскрывшийся слишком рано парашют, покинувшего гибнущий истребитель Кузьмина. Ушел из жизни он так же, как жил, победителем. Феноменальной является и история пилота-штурмовика Л-2 Ивана Драченко. Помимо звания Герой Советского Союза, он так же является и полным кавалером Ордена Славы. Пример единственной среди летчиков Великой Отечественной. В 1943 году в воздушном бою он совершил небывалое. Прикрывая машину Комполка, оторанил вражеский истребитель. Поврежденный штурмовик рухнул и, увы, на вражеской территории. В бессознательном состоянии Драченко попал в плен. Более того, падение стоило ему правого глаза. В концлагере он попал не в лапы нацистских эскулапов-садистов, а на операционный стол к нашему, советскому военврачу, оказавшемуся в плену. Жизнь тот ему спас, но зрение пошатнулось и очень серьезно. Буквально через полтора месяца Драченко с товарищем, также военным летчиком, совершает дерзкий побег у мертвых двоих конвоеров и вскоре оказывается у своих. Каким мерам убеждения пилот прибег в московском госпитале, куда был отправлен на лечение, неизвестно. Однако в медицинских документах, полученных при выписке, о потерях глаза умалчивалось. В глазнице Драченко красовался протез, выполненный столь мастерски, что отличить его от настоящего было практически невозможно. Обман вскрылся только в начале 1945 года, причем совершенно случайно. Летчик неудачно тряхнул головой и глаз перевернулся, приняв совершенно неестественное положение. К тому моменту пилот уже носил на груди золотую звезду героя и полный комплект орденов славы. Командир авиакорпуса, которому доложили о безобразии, для порядка, проэкзаменовав Драченко, только рукой махнул, пусть воюет до победы. Так оно и было. О каждом из этих героев можно было бы написать не то, что повесть, а роман, многотомную сагу. И каждое из этих произведений вполне заслуженно стоило назвать о настоящем человеке. Слова о массовом героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны ни в коем случае не являются преувеличением. Это констатация факта, одного из самых значимых и величественных в истории нашей Родины, память о котором мы должны хранить вечно. Александр неукропный, без рук, ног и глаз. Советские герои, сражавшиеся даже будучи инвалидами.